Здравствуйте, дорогие друзья! Это ответы на вопросы для библейского портала «Экзегет» и я, священник Иоанн Тераутс. К нам поступил такой вопрос. Подслушивание и подсматривание. Грех ли это? Да и вообще любопытство. Грех ли это? Давайте попробуем с вами обратиться к одной из любимых книг православных экзегетов и святых отцов. Это книга Иисуса, сына Сирахова. Она не входит в канонический блок Священного Писания. Это не каноническая книга Ветхого Завета. Однако она содержит в себе очень серьезную житейскую духовную мудрость. Вот как она говорит. Интересно о подсматривании и подслушивании. «Неразумный сквозь дверь заглядывает в дом, а человек благовоспитанный остановится вне». Соответственно, подслушивание и подсматривание — это плохо. Плохо, потому что мы через это вторгаемся в личную жизнь другого человека. Никогда подслушивание и подсматривание не приносило хорошего, действительно полезного плода для отношений между людьми. Это акт недоверия. Иногда это вызывало ревность, иногда это вызывает злость, обиду, раздражение и так далее и тому подобное. Но в самом главном мы согрешаем перед своим ближним своим недоверием этому человеку. И более того, своим желанием казаться хорошими, сведущими и не задавать каких-то прямых вопросов. В подсматривании и подслушивании сразу сочетается очень много разных наших с вами погрешностей, огрехов, которые складываются вот в такую неприличную с точки зрения нашего общества поведенческую модель. Но грех ли любопытство? Дело в том, что наш с вами разум создан Богом любопытным. Если бы этого не было, то наши дети бы очень долго не могли бы разговаривать, их бы пришлось принуждать к этому, они бы не ходили. Вообще бы человечество, скорее всего, никак не развивалось, если бы не замечательная вещь такая, как любопытство. Но любопытство тоже бывает разным. Любопытство у соседей, как кто живет, или любопытство, как кто согрешил, это любопытство постыдное, и которое нужно подвергнуть внутри себя осуждению и неприятию. И которое вообще наводит, скорее всего, на человека, пользующегося этим своей привычкой, наводит определенное чувство некомфортности. В то же время любопытство новыми знаниями, новыми умениями, это любопытство хорошее. Изучение мира — это прекрасно. Мы с вами очень переживаем и негодуем, если, например, наши дети не проявляют должного любопытства в школе. Тогда они становятся двоечниками, скорее всего, не хотят любопытничать и не выходят на улицу, сидят только, например, у синего экрана или у какого-то другого экрана и свое время просаживают. Поэтому мне кажется, что любопытство — это хорошая черта. Но когда она находится в определенных границах, очень важно, как с любыми нашими с вами действиями, проявлениями, например, речи, взгляда и так далее, иметь определенные границы. Например, если наш ребенок играет недалеко от нас, мы не подглядываем за ним, мы смотрим, чтобы с ним ничего дурного не случилось. А если мы подглядываем за какими-нибудь нашими родителями, родственниками, стараемся подслушать их через стенку, то тогда, конечно, это нарушение вот этого личного пространства, которое ничем не обозначено, ничем не санкционированного. Поэтому, дорогие друзья, я желаю всем нам эти границы для себя поставить, выстроить эти рамки для того, чтобы не задевать других людей и в то же время не быть абсолютно бесчувственным, не интересующимся ничем в этой жизни и в конечном итоге несчастным человеком. Желаю всем доброго здравия и помощи Божьей. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.